Буквально неделю назад мы в этом году в первый раз только попали на дачу. Зима была очень снежная, и поэтому теперь придется подождать, пока растают эти огромные сугробы. Но тем не менее, мы время зря не теряем, и уже в свой первый визит накидали снег в теплицу и обработали ее от грызунов. Сегодня, как мы видим, он уже растаял, и поэтому можно приступать к самым первым посевам в новом сезоне. И посеять холодостойкие культуры, чем я сегодня и займусь. А заодно буду делиться с вами, что именно решила сеять. И, конечно же, какие условия я создам для хорошего роста. Итак, сразу отвечу на ваш самый частый вопрос. Теплица у меня неотапливаемая, но даже в моей местности, в среднем по Волжье, уже сейчас можно в ней сеять ранние холодостойкие культуры. Это и лучок на перо, любую зеленку, будь то укроп, петрушка, щавель, листовой салат, редис. А можно даже с одной стороны, вдоль бортика грядки, посеять раннюю морковку. Она тоже совершенно не боится холода. Не забываем и про капусту, так как это не просто холодостойкое растение, но и даже холодолюбивое. И так как в квартире вырастить ее крепкую рассаду просто невозможно, то посеять ее семена на рассаду сейчас в теплице – хорошее решение. Более того, несмотря на то, что большую часть помидоров я уже посеяла на рассаду в квартире, сегодня в теплице я буду сеять еще оставшиеся сорта, которые и планировала вырастить прямо на даче. У меня это средне-ранний гибрид Нипас от фирмы Седек, крупноплодный томат Ботяня от Сибирского сада, новинка этого года от семена Алтаж Рица и Мегадор от Вашего хозяйства. Первые три томата я взяла на пробу и буду выращивать их в первый раз. А вот Мегадор я уже выращивала в прошлом году. И так как он мне очень понравился, то, конечно же, я этот сорт взяла в свою копилку проверенных и надежных томатов. И в этом году буду выращивать его вновь, поэтому пару слов о нем. Это среднеспелый сорт, который отлично растет и в теплице, и в открытом грунте. Но я буду выращивать его в теплице и ввести в 1-2 стебля. А плоды у него розовые, такие слегка ребристые, мясистые, плотные и массой в среднем граммов так до 300. То есть не скажу, что они очень крупные, но зато их очень много. И все они плюс-минус одинакового размера. Очень вкусные и сладкие. Нам прям понравились всей семье. Поэтому всем рекомендую его попробовать. И ссылку на интернет-магазин производителя оставляю в описании. Заказы на сайте оформить очень просто, а посылка приходит быстро, буквально за несколько дней. Ведь это наша российская агрофирма с Нижнего Новгорода. Ну а сею я семена в теплице абсолютно так же, как и дома. Только что здесь напрямую на грядку. Сверху чуть присыпаю рыхлой покупной землей, маркирую сорт и поверх посевов устанавливаю колпак из пластиковой бутылки с закрытой крышкой. Буквально дней через 10, а может чуть позже, недели через 2, в зависимости от того, какая температура будет в теплице. Семена взойдут и тогда крышку с бутылки я сниму. Но сам колпак пока не буду убирать, пока сеянцы немного не подрастут. Ну а в завершении моих первых посадок я на среднюю грядку помимо помидоров посеяла еще и редис, капусту в чашку, высадила лучок на зелень и прямо сверху посадок постелила плотную пленку. Ведь несмотря на то, что все это культуры холодостойкие, тому же луку для хорошего развития корневой системы первые несколько дней нужно хотя бы градусов 10 тепла. А в дальнейшем для полной выгонки урожая температура должна быть еще выше, градусов так 18. Да и всходы семян появятся быстрее, если температура будет в этом диапазоне. Поэтому сейчас достаточно будет только пленки, а как только появится перо и проклюнутся первые всходы, то я ее сниму и на эту же среднюю грядку установлю мини парник из укрывного материала. Пленка и парник сделают микроклимат более комфортным и сохранят влажность в почве. Поэтому все, что сейчас от нас требуется, это создать тепло, регулярно поливать посевы и периодически проветривать теплицу. Чтобы влажность и температура были наиболее оптимальными. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайтесь на мои каналы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok